Привет, друзья! Сегодня мы с вами разберем реально интересную тему, а именно, почему же в России люди так любят заборы? А вот, например, в Америке подобные заборы встречаются очень редко. Сегодня в основном речь пойдет о заборах на частных территориях. Но стоит сказать, что любовь к ограждениям проявляется не только на территории частного дома. Заборы в России можно встретить практически везде, например, в парках, в центре города и так далее. В общем, почему же так происходит? Что за мания такая? Давайте попробуем разобраться. Погнали! Я думаю, что многие из вас видели в своем городе огромное количество заборов. Люди огораживают даже территорию многоэтажных домов, объясняя это тем, что так будто безопаснее. Но я думаю, ясно и понятно, что плохого человека вряд ли остановят подобное ограждение. А если пожар в квартире, что тогда делать? Я даже не представляю, о чем думают люди, которые ставят подобные заборы. Также заборы можно встретить еще и вдоль дороги. Говорят, что это ради безопасности людей. Но обычно ограждения только мешают перемещению этих же людей. Заборы нужно ставить возле детских садов и школ, там да, они нужны. Но их почему-то ставят везде, и это мешает. Что тут говорить, если забор нас будет окружать и после смерти? В развитых странах уже давно отказались от ограждений и на кладбищах в том числе. И смотрится это, мягко говоря, неплохо. Что уж говорить про наши кладбища, все огорожено, забор на заборе. Так почему же так много заборов нас окружает? Это простое обозначение четких территорий. Но тут не только в этом дело. Причиной больших заборов является и наш менталитет, который очень отличается, например, от того же американского менталитета. Так почему же не получится в России жить в своем доме и вообще без забора? А вот несколько причин. Первая причина – это незваные гости, которые будут к вам приходить практически как к себе домой. Будут звонить в звонок, тарабанить в дверь и так далее. Обычно это разные люди, например, те, кто что-либо продает или те же страховщики домов. В общем, много людей к вам будет приходить, это уж точно. А представьте ночь, когда вы спите и к вам кто-нибудь начнет в дверь тарабанить. В общем, вы поняли, у нас без заборов не получится из-за менталитета. Вторая причина – это собаки на вашем участке. Их будет очень много и они будут всегда. Ладно, если они там будут просто гадить, так они еще и могут напасть. В общем, многие, думаю, знают, что с собаками в стране огромная проблема. Особенно это касается бродячих собак. Их просто никто не отлавливает. Ну и конечно же, куда без собачников. Они будут выгуливать своих питомцев на вашем участке и будут думать, что это нормально. Третья причина – это стоянка для машин. Конечно же, не для ваших машин размечтались, для чужих. Уверяю, найдутся такие люди, которые поставят машину на ваш участок. Но это полбеды. На вашем крутом газоне будут разворачиваться грузовики. Хотя до перекрестка ему доехать меньше, чем 100 метров. Он все равно запрется на ваш участок и на ваши претензии скажет. Ну а что тут такого? Четвертая причина – это ваше личное пространство. Если вы любите спокойно посидеть в своей беседке и сделать вкуснейший шашлычок, уверяю, у вас этого не получится. Потому что сбегутся все собаки в округе на запах мяса, о которых я упоминал ранее. Но тут стоит сказать, что это спорная причина. У вас может быть и задний двор, как в той же Америке. Но вряд ли у вас получится спокойно покушать шашлык, если вы знаете, что в это время к вам на газон заезжает грузовик. Так что же в итоге? Пока что в России не получится жить без заборов. Таков у нас менталитет. Очень много сопутствующих проблем, которые, к сожалению, мы не в силах решить. Просто-напросто нет такого законодательства, которое наказывало бы за причины, рассказанные ранее. Так что как-то так. Друзья, а что вы думаете по поводу заборов? Напишите в комментариях. А на этом все. Пока.